Юбилейная выставка «Этот старый Новый год» открыла свои двери для гостей вот уже в пятый раз. За эти годы в стенах областного краеведческого музея выставлялись сотни самых разных творческих новогодних решений мастеров разного возраста в разных техниках и направлениях. В этом году в числе мастеров представители Бреста, Березы, Кобрина, Дрогичина и даже Польского Лукова. Выставка наша открыта уже пятый год, юбилейный год. Работает и конкурс. В нашем конкурсе в этом году принимают участие жители не только Бреста, но и из города Березы, Кобрина, Дрогичина. Также привезли наши коллеги работы польских детей из города Луков. Небольшой зал вместил порядка сотни работ. Несмотря на их разноплановость, все они демонстрировали главную тему. Давайте сохраним живых красавиц Нового года, заменив их тем, что можем создать своими руками. Здесь в одном ряду стояли творческие шедевры философской тематики, такие как глобальное потепление, так и элементы старины. Например, ель Кристины Мацеюк, постоянной участницы такого рода вернисажей. Ее новогодняя красавица состояла из раритетных игрушек, самые старые из которых больше 70 лет. Мастерили своими руками работы не только взрослые, но и дети. Она из конфет и из дождика. Мы брали конфету, прилаживали к елке и закалывали как иголкой. Надо было взять большой картон, его надо было взять, отмерить, чтобы было вот так, как елка, и потом его отрезать. После этого мы наносили, его приклеивали, чтобы он держался. Потом обматывали его мишурой и надевали на него, брали, отрезали нитку и надевали на скотч конфеты. Конкурс стал еще одним красноречивым подтверждением того, что человеческая фантазия не имеет границ. Настолько разнопланово и интересно отнеслись мастера к выполнению своего творческого задания. Познакомиться с вернисажем можно до 25 января. Кроме того, в праздничные дни в Краеведческом музее проходит еще одна добрая акция «Украсим новогоднюю елку вместе», в рамках которой сотрудники учреждения с удовольствием примут в дар от горожан новогодние открытки, игрушки, фотографии.